всем привет с вами алексей харьковская область харьковский район 26 июня 2021 и насколько вы знаете если следите за моим каналом так сказать вы знаете что я занимаюсь плотно фундуком вот уже он начинает завязываться это сорт трапезун но также кроме фундука в свободное время занимаемся некоторыми культурами да там что-то родители частично что-то я помогаю это я показываю там участки которые именно находятся возле дома поэтому здесь потихонечку занимаемся сегодня пойдет речь о землянике садовой а клубники как сию любят называть да значит клубника я занимаюсь не очень серьезно то есть как скажем так как ответственный дачник и фундуком грубо говоря также занимаюсь да то есть я не заморачиваюсь никаких анализов почвы не делаю естественно понятное дело да то есть просто хорошие поливы иногда подкормки борьба с вредителями тоже иногда потому что сами и кушаем эту ягоду поэтому особо не заморачиваюсь так сказать приобрел прошлой прошлом ну скажем так конец лета некоторые сорта клубники самые более-менее востребованные скажем так особо новинками не заморачивался взял то что более-менее проверено то что на слуху и то о чем собрал информацию то есть я сильно вопросом не заморачивался на информацию всю собрал я мог бы изучить конкретно клубнику серьезно заняться и очень серьезно но пока для этого нет никаких скажем так оснований поэтому вот просто для себя просто покушать и решил определиться что же делать обычному дачнику ну грубо говоря да вот как у меня ситуация до которой хочет на относительно небольших участках получать хорошие результаты итак кое-какие наблюдения значит смотрите еще нет и середины лета сейчас показываю сорт альбион если это он конечно если это не пересорты но брал надежном источнике эти ягода подпекается между кустами делаю достаточно большое расстояние в районе 50 иногда и более сантиметров для чего для того чтобы кусту хватало питания и для того чтобы ягода не гнила понимаете то есть можно сделать небольшие расстояния так сказать все хорошо ягода будет подгнивать и она не так быстро будет спеть меня это не устраивало да я думаю понятно все так хорошо то есть альбиончик подпекается вообще по сорту как бы проблем нет усов не так уж на нем и много в принципе пока усы я на всех кустах сразу скажу удалял так альбион мурано мурано очень порадовал то есть альбион 1 был рано достаточно ягода не супер вкусная была первая потом ягода замечательная год вы знаете тяжелый очень некомфортно не было солнца были постоянно дожди но ягода была в принципе ну я считаю что неплохая мурано очень порадовал сыпит урожай есть небольшие пятнистости я делал несколько обработок с обработками не перебирал обработал фитоспорин пару раз даже честно я уже точно не помню что там может хорус еще разочек ну как бы не перебарщивал с обработками значит мурано по наблюдениям сыпет хорошо орех альбион и очень вкусный да и альбион тоже в принципе вкусный и ягодки вот постоянно идут 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 что есть я считаю очень хорошо так цветет елизавета елизавета насколько я помню вторая ягода вкусная когда она вызревает вкусно якобы клыри если не пересорт не понравился потому что по непонятным причинам постоянно на солнце но ягода поздно поздно вот эти гнили какие-то не знаю в общем то ли пересорт пятнистость немножко есть в общем не зашла пока вообще мы еще коснемся этого вопроса потом дальше чамура турусе тоже ягода шикарно ягоды очень много ягода крупно вопросов никаких расстояния надо делать побольше сладкая даже недозревшим видео а я я году срываю зачастую в недозревшем виде потому что во первых очень хочется допустим хну хотелось сейчас тоже ягоды не хочется особо сильно и получается что хорошо все с ней но лёжкости нет болячки в принципе ну так потихоньку есть в общем ну такое требует внимание скажем так хорошо так следующий сорт кабрильо кабрильо кабрила ее еще называют уже ягоду сорвал значит смотрите сначала было разочарование вот то что я вам показал перед этим это была покупалась рассада в стаканах хорошая рассада понятное дело что там и результаты получат а вот это покупались вообще как бы открытая корневая в конце сезона грубо говоря на результаты никто не рассчитывал так вот кабрильо дала прирост и не вымерзла как и в принципе все другие сорта хотя минус 22 у меня было и дает я году первая ягода была кислая и твердая очень я расстроился но я знал что рано делать выводы значит смотрите ждете пока она полностью вызревает и я вам скажу что ягода-то вся в принципе на вкус более-менее ну вот что-то в ней интересно есть по жизнеспособности по всему остальному кабрила мне очень понравилось на самом деле так купчиха купчиху оборудовая уже доброго значит хороший сорт но я считаю немножко перерекламирован потому что вот это вот видите нижняя часть у неё она очень долго надо ждать пока она вызреет в этом как бы не очень хорошо но можно кушать недозревшую тоже и получите хорошие результаты потому что она вкусно семечко крупная и семечко чувствуется когда кушаешь вкус земляничный значит ну кто любит скажем так земляничного вкуса я году конечно рекомендую ягода легкая ягоды немало но вы ею не найдитесь да то есть нету вы съедите там пять штук чемуры туруси допустим все уже наелись эту я году вы можете кушать там жменями и вы как бы особо ею не найдитесь поэтому у меня лично лично у меня большого распространения этот сорт не получит так что у нас дальше елизавета 2 елизавета хороший сорт хорошо себя показала вкусно опять же надо подождать пока вызреет когда появилось солнце вся ягода стала очень вкусно и все стало очень хорошо в продолжаем краткий обзор по сортам а потом я остановлюсь и скажу пару слов о том сорте о котором очень хочу вам рассказать так купчиха все это мы смотрели альбион пожалуйста зрит нейтрального светового дня что такое нейтрального светового дня нейтрального светового дня то сорта которые отплодоносили есть перерывчик есть сразу цветоносы выкидывает и опять урожай в чем я считаю недостаток почему я не буду заниматься нейтралами особо потому что очень надо следить за ними сильно то есть постоянно ухаживать вот в чему рату руси не крупная ягода подкормок я особо не делаю то есть я подкармливал пепел разводил как положено калий то есть и комплексные удобрения разводил буквально пару подкормок было поэтому я свои кусты не закармлива никаких особых не делаюсь над ними телодвижение для чего для того чтобы это у меня эксперименты я хочу понять какой сорт в моем регионе покажет замечательные результаты при их скажем так уходе средний ниже среднего до чтобы я не заморачивался и все было хорошо то ли румба то ли сирия может кто-то специалистов подскажет лист сами видите не все хорошо с клубникой ну я что мы море я не заморачиваюсь с вами кушаем и кушая прям зарядки поэтому обработок минимум и все остальное вивара вивара хороший сорт тоже достаточно рано начала зреть вкусно ананасная что-то плохо себя показывает но там и по рассаде было так вот здесь у меня получается все открытая корневая и здесь я высаживал эту корневую уже поздно эль санта эль санта вот уже дает ягодки уже мелкие очень маленький кустик ягодок дал много поэтому ягода вкусно на самом деле поэтому эль санта остается в любом случае так азия азия ну вот видите уже подпекается ягода очень неприятно так и это у нас ждем мальвина мальвина завязалась очень поздний сорт очень вкусный мы еще сейчас вернемся к нему вот одежь это немножко захлорозило в общем это все понятно да то есть ягода идет продолжает идти это все интересно но сейчас мы переходим к самому главному я разработал для себя схему имея много сортов я разработал для себя схему которая подходит именно мне и подходит моим участкам вот давайте посмотрим на сорт который уже отплодоносил и вся вот эта жара и все что с ней связано уже ему не грозит вот остатки ягоды ягода тоже немножко подпеклась но это уже последняя ягодка с этого участка это сорт альба я уже делал видео по этому сорту значит в чем основная проблема основная проблема что люди говорят что альба кислая но не знаю по каким причинам в моем регионе альба не кислая у меня она постоянно с легкой кислинкой но получается сладко то ли солнца хватает то ли уху уход на опять же какой уход то есть я не знаю что вам сказать по этому поводу я очень доволен этим сортом во первых сорт начинает рано созревать очень рано соответственно вот он такой бугорок немножко сделан солома то есть доступно обычному дачнику получается я получил первый урожай очень рано именно тогда когда клубники хочется тогда когда она очень дорогая на рынках и магазинах да то есть я именно сбиваю оскому сейчас вот клубника есть на грядках и и не хочется и позднее ну позднее может захочется конечно но именно хочется всегда ранее клубники так вот альба покрывает эту первую так сказать оскому сбивать даже если она не супер-пупер вкусно мы получаем прекрасный результат потому что мы покушаем угостим родственников все в шоке потому что ягода большая крупная первая ягода всегда красивая достаточно вкусно у меня получается вкусно хотя я никаких там калий кальция не добавляю не чувствую не баллась сама природа делает ягоду более-менее вкусно и всегда первая ягода запомните она всегда кажется вкусная по болячкам особо нету вот проблем с ней вот это то что вам показываю кустики это были кустики высажены кассетная рассада очень маленькая высаживал в конце лета в прошлом году то есть она выросла дала урожай и на следующий год от розеточки все делится и я на следующий год планирую с этого участка уже серьезный урожай так сказать поэтому альбу я буду размножать буду расширять и одна из теперь подходим к самому главному как что можно сделать вот я для себя сейчас вижу 60 альбы давайте так из расчета 100 штучек то есть у нас должно быть 100 кустов больше не надо сейчас у меня в районе 100 кустов заняли они принципе немало места и я считаю что больше не нужно и так 100 кустов из них 60 будет альба а 40 штук коллекция то есть по два-три штучки по одному будем смотреть уже по каждому сорту кто достоин кто недостоин кто больше нравится вот кабрилия нравится да ну кабрилия ставлю три штучки допустим какой-то другой сорт ну эль санта там вот она одна как было там 1 и останется грубо говоря да понятно то есть будет коллекция штучек 40 и штучек 60 все-таки альба что мне это даст коллекция мне перекроет целый год она будет плодоносить целый год то есть можно подойти и съесть в ягодку в любое время года да да позднее позднее осени грубо говоря что мне даст альба альба даст мне большой большой урожай 1 крупные ягоды тогда когда именно хочется ее наесться мы ею наедимся и дальше следующие волны я использую для заморозки она хорошо замораживается подошли ягода очень плотно она хорошо хранится и при этом не знаю мне она нравится по вкусу на самом деле как бы понятное дело что далеко не самая вкусная в мире но она не противная я не съел ни одной кислой альбы даже полу созревшие в этом году и не было отвращения а под другим сортам по безродным вот там на мамином участке такое было вот я и давал альбочку и здесь у нее немножко либо чуть чуть позже и дает результаты вот поменьше ягодка уже подпекается да то есть понятно что сейчас в такую жару как бы ягода ведь она не дает тех результатов альба уже все на от плодоносила основная и уже не надо этим заморачиваться сами кусты жаре хорошо противостоят такая ягода когда она дозревает она становится очень очень вкусная с приятным привкусом вот остального коллекция 42 ну да допустим где-то в районе 40 штучек там уже буду ходить и просто поклевывать когда захочется клюнуть ягодку грубо говоря но все основные потребности закроют у нас именно вот этот самый первые волны урожайные ранние когда еще так не так вредители как-то проснулись в общем когда для этого есть хорошие условия то есть заморозка консервирование она подходит для всего этого и весь урожай я пускаю допустим на это вот сорт мурана еще мурана очень урожайная сладкая ягода кто хочет заводите мне понравился этот сорт но опять же основным его делать не буду потому что за нейтралами очень большой уход альба на одном месте у меня простоит минимум два года ну вообще как бы в крайнем случае до пяти лет но два года она точно 2 до 3 лет она дает прекрасные результаты нейтралы если хорошо будут отдавать урожай они долго не будут стоять то есть кто говорит один год на одном месте кто максимум два года поэтому как бы мне нейтралы не понравились они принципе неплохие но я имею конкретно заниматься все-таки не буду потому что альбочку сейчас хотите скосите вот хотите просто иногда поливаем иногда подкармливаем иногда обрабатываем минимальный уход пусть мы сначала по ухаживали ранее весной все за коллекцией уже 40 кустиков это не так-то много можно уже хорошенько и поухаживать знаю что задержался знаю что видео получилось очень длинным знаешь никто не посмотрит к сожалению но дело в том что я предостерег многих людей скажем так вот покупки ненужных сортов потому что очень плотно занимался клубникой инфа сбором информации перед тем как ее завести очень много перерекламированных сортов много разного и нужно понимать что нужно вам поэтому моя рекомендация найдите хорошего продавца сразу говорю с якобы продажа не занимаюсь саженцев земляники садовой пока по крайней мере найдите хорошего продавца у которого есть коллекция и возьмите себе коллекцию там по две штучки каждого там грубо говоря а ультра ранних если в вашем регионе позволяют эти сорта выращивать возьмите еще ультра ранних и тогда вы получите вот такой конвейер схемы есть разные можно допустим взять 20 ультра ранних для того чтобы просто покушать сбить их скому так называемую а 80 поздних и вот эту позднюю я году которая будет очень вкусно тоже я не знаю там мальвина и так далее поздние сорта до или нейтрал какой-то тоже кабрилия допустим вы получите в конце сезона много очень вкусной ягоды соответственно вы ее можете заморозить там законсервировать и так далее поэтому тут уже как бы решать вам вот как лучше сделать схем очень много разных я для себя выбрал схему 60 ультра ранние ну достаточно ультра ранние альба по крайней мере раньше и у меня никто не созрел и она мне уже не первый год и по болезням по всему я к ней привык по морозостойкости она меня полностью устраивает да несмотря на то что в интернете там могут там что-то говорить на этот сорт у меня с ним все хорошо и 40 штучек коллекция пока наверное вот так пишите в комментариях кому что-то непонятно вот будем вместе выбирать схемы которые подходят для вас для вашего региона допустим поставьте лайк этому видео если вам понравилось и всем огромный привет из харькова кто еще не подписался обязательно с колоколом подпишитесь и всем пока